здравствуйте дорогие друзья сегодня хотелось бы начать съемки нашего мега проекта по восстановлению автомобиля майбах это очень интересный автомобиль с огромным интересным двигателем v12 от компании mercedes-benz здесь стоит двигатель м 275 но не простой этот двигатель подготовлен компании а мг специально для автомобиля майбах двигатель собран вручную одним конкретно мастером на заводе компании а мг специально для этого автомобиля на декоративной накладке как раз есть автограф того самого мастера который собирал этот агрегат автомобиль очень своеобразный сейчас мы расскажем немного о его истории и перейдем непосредственно к разборке и дефектовки двигателя на самом деле данный двигатель очень надежный если обратить внимание на его конструкцию то проще в принципе ничего не придумаешь потому что здесь практически нет никаких наворотов то есть банально 12 цилиндров большой объем и никаких проблем машина пришла сюда с достаточно банальной неисправностью просто большой износ пробег автомобиля чуть больше трехсот пятидесяти тысяч километров и большая часть из этих трехсот пятидесяти километров машина не ехала а стояла как вы догадываетесь эта машина которая эксплуатируется с водителем и поэтому данный пробег реально можно умножить на 2 учитывая то что цилиндры данного двигателя сделаны целиком из алюминия то есть блок алю силовый то выработка довольно весомая и данный блок придется гильзовать а и а и и и и д Компания Maybach появилась на свет в 1909 году и исходно Начинала свою деятельность в качестве производителя двигателей для авиации Авиация в то время была довольно своеобразной И многие из вас, наверное, не помнят Но, тем не менее, в самом начале 20 века Небо бороздили не самолеты, а дирижабли И именно такие дирижабли от компании Zeppelin Или Zeppelin, или Zeppelin, не суть важно Именно для этих дирижаблей производили двигатели в компании Maybach Дирижабли эти были ярко ориентированы в военные окраски И немцы очень эффективно их использовали в Первую мировую По окончании Первой мировой, которая оказалась не очень удачной для немцев Впрочем, как и Вторая В рамках Версальского договора был наложен запрет на производство вооружения И отчасти это коснулось и авиационных двигателей Таким образом, компания Maybach переквалифицировалась на производство двигателей Для автобусов, поездов и водного транспорта Однако, недолго продолжалась гражданская жизнь компании Maybach И уже в 1935 году начались масштабные изыскания производства двигателей для бронетехники Благодаря большой дружбе Карла Maybach и Адольфа Гитлера В середине 30-х годов Maybach стал едва ли не монополистом по поставке двигателей для бронетехники И вся Вторая мировая война была очень для компании Maybach продуктивной Двигатели Maybach стояли на большинстве полугусеничных транспортеров И полностью гусеничных машин САУ и танков Пантера и Тигр Несмотря на легкость и технологичность моторов Maybach Они имели определенные нюансы Для эксплуатации на бронетехнике В частности, на танках Извините, кинных автомобилей были в то время В танках Пантера они еще более-менее себя демонстрировали неплохо А вот на более тяжелых танках, таких как Тигр Они очень сильно перегревались, часто возгорались И имели целый ряд конструктивных недоработок Которые в течение войны постоянно исправляла компания Maybach Первый автомобиль компании Maybach под названием Maybach W1 Был произведен в 1919 году Он был создан на шасси Mercedes-Benz И имел двигатель рядную шестерку Мощностью 36 лошадиных сил Впоследствии большинство автомобилей Maybach Агрегировались уже моторами V12 Достаточно весомыми объемами От 6 до 8 литров Все легковые автлимузины Даже не автомобили, это были лимузины От компании Maybach отличались потрясающими габаритами Мощностью и роскошью и комфортом Maybach в общем-то и делал ставку на то, чтобы производить Очень качественные, дорогие и комфортные лимузины В промежутке с окончания войны и до 90-х годов 20-го века Компания Maybach была очень слабо, мягко говоря, представлена на рынке Потому что Карл Maybach был арестован по окончании войны И производил двигатели для французского правительства В 1997 году на токийском автосалоне был представлен первый прототип автомобиля Maybach И уже в 2002 году автомобиль от компании Mercedes-Benz под названием Maybach Который очень сильно критиковали за его схожесть с 221 кузовом В общем-то и увидел свет Этот автомобиль был, пожалуй, одним из самых дорогих седанов за всю историю Ну и вообще в мире Потому что автомобиль этот стоил целых 400 тысяч долларов В 2002 году и последующие годы производства Это был автомобиль стоимостью около полумиллиона долларов Каждый автомобиль собирался вручную Пожалуй, единственным фактором для появления автомобиля Maybach на рынке Послужило то, что компания BMW, которая является прямым конкурентом Mercedes-Benz Приобрела себе в пользование марку Rolls-Royce И очень успешно начала продажи обновленных автомобилей этой марки Соответственно, Mercedes-Benz принял решение создать еще более качественный И премиальный продукт под брендом Maybach Наш Maybach 62S, как и все Maybach Создавался вручную в течение 60 дней То есть конвейера по производству этого автомобиля как такового нет Не только двигатель, но и все детали интерьера и экстерьера автомобиля собирались вручную Сборка одного Maybach в среднем занимала около двух месяцев И это очень приличный срок для того, чтобы создать качественный продукт За основу силовой установки был взят двигатель V12 от компании Mercedes-Benz с индексом M275 Творчески переработанный компанией AMG Для того, чтобы получить больший крутящий момент и еще большую мощность Двигатель оснащен двумя турбокомпрессорами И выдает около 500 лошадиных сил В каком-то невероятном количестве крутящего момента В принципе, если прикрутить к этому автомобилю паркоп и зацепить его за дом То я думаю, что он без проблем его утянет Особенно учитывая, что вес этого автомобиля вплотную приближается к 3,5 тоннам Глубокой экономической нецелесообразности производства данного автомобиля И его полного провала на рынке В 2013 году бренд Maybach как таковой прекратил свое существование И все автомобили под данным брендом перестали производиться Пришла модификация Mercedes Maybach в кузове 222 Производство было начато в 2015 году В автомобиле 62S, который приехал к нам в ремонт Двигатель пришлось снимать через верх Что, в общем-то, не очень технологично и удобно Но пришлось сделать именно так Чисто конструктивно мотор не представляет из себя ничего сверхъестественного Это самый обыкновенный V12 С одним валом на голову и тремя клапанами на цилиндр Все то же самое, что мы видели на моторах M112, M113 и так далее Блок двигателя целиком алюминиевый Выполнен из алюминиевого сплава Это так называемый алюсил Ну или в народе силумин С специализированным составом конкретно цилиндров В которых, как вы можете убедиться, нет совершенно никакого хона с самого новья Я думаю, что дядя Сережа был бы в восторге от данных цилиндров Потому что хона там нет То есть они уже пришли к тому идеальному зеркальному практически состоянию С самого начала своей жизнедеятельности Это, пожалуй, победа всех тех товарищей, которые считают, что хон это говно Очень интересный конструктив силовых навесных агрегатов Они приводятся все одним единым ремнем Но такой ширины ремня я, пожалуй, не видел ни разу Здесь очень даже грузовой ремень приводит все силовые агрегаты Там целых, по-моему, 12 ручейков После демонтажа силовых агрегатов двигатель становится очень стройным Ведь развал между двумя рядами цилиндров всего 60 градусов, а не 90, как вы привыкли Больше всего радует, что в двигателе нет никакого изврата Типа стоящих в развале блока двух огромных турбин, как на современных моторах Mercedes и BMW Все сделано по старинке, по классике Ну и, наверное, благодаря этому и ресурс данного двигателя не в пример выше Никаких технологических изысков двигатель не имеет ГРМ приводится нормальной такой широкой двухрядной цепью Без каких-либо, опять же, извращений Без фазорегуляторов и каких-то дополнительных приспособлений Которые совершенно, на взгляд современных инженеров, необходимы на новых двигателях Здесь же все работает очень-очень просто и антикварно Теплый такой ламповый V12 После демонтажа головок блока стало очевидно, что никаких задиров на двигателе нет и не было Однако, небольшие намытости по краям поршневой группы свидетельствовали о том, что имеет место расход масла по кольцам Головки блока очень похожи на сдвоенные головки от 112 мотора Те же самые три клапана на цилиндр, те же самые две свечи на цилиндр Два маленьких впускных клапана и один большой выпускной Несмотря на достаточно весомый пробег и огромное количество моточасов, которые этот двигатель проработал в холостую, стоя на месте Состояние его изнутри нас приятно удивило Мотор был очень чистым И, в принципе, кроме как приличный износ по цилиндрам, никаких дефектов в нем не обнаружилось Редактор субтитров А.Семкин Из-за большой длины коленчатого вала в процессе эксплуатации возник небольшой прогиб На хвосте было что-то около 5 соток и в середине около 10 В связи с этим коленчатый вал отправился на рихтовку Для определения пригодности поршней к дальнейшей эксплуатации их необходимо замерить Дабы понять, нет ли износа по юбке и не изменилась ли геометрия самого поршня Таким образом, можно достаточно легко принять решение относительно того, будет ли поршень дальше двигаться в том же направлении в данном двигателе Или все-таки поршни придется заменить В данном конкретном случае поршни оказались в прекрасном состоянии Никаких проблем по геометрии у них не было И было принято решение поршней сохранить Помимо измерения поршней, также необходимо измерить и состояние блока цилиндров Для принятия решения относительно того, какой толщины будет гильза И какова будет ее форма, и как ее, естественно, изготавливать Для гильзовки данного блока было принято решение изготовить гильзы с верхним буртом Верхний бурт был исполнен с традиционной для нашего производства технологией Он достаточно получился широкий Это было сделано для того, чтобы получить максимально возможный по эффективности результат Были использованы заготовки гильз отечественные Касательно технологии расточки, я думаю, что нет особого резона углубляться снова в подробности Будет внизу ссылка на видео конкретно по расточке блока Обратите внимание на то, что используется эмульсия И подается она не автоматически, потому что нет необходимости в том, чтобы подавать ее в огромных количествах А дозировано вручную Это очень удобно для наших мастеров Потому что автоматизированная подача, то есть линия автоматизированной подачи была снята В V-образные блоки для базирования на станине станка Используется специальное приспособление на основе скалки Которая фиксирует блок относительно оси коленчатого вала Это дает предельную точность для получения максимальной перпендикулярности осей Весь процесс гильзования и расточки с хонингованием блока заносится в протокол Все размеры, снятые с цилиндров и поршней, полностью переносятся в протокол И записываются в показатели для каждого из цилиндров Для самых внимательных наших зрителей в каждом цилиндре в торце скалингования образовывается трещина Спешу вас немножко расстроить, это не трещина, это след от нутромера Он образовывается в связи с тем, что он просто-таки немножечко чертит на поверхности гильзы И потом этот след превосходно стирается тряпочкой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Перед началом сборки каждый мастер обязан проконтролировать то железо, которое принесли ему после металлообработки Необходимо замерить зазоры в кольцах, необходимо замерить зазор по вкладышам, как по коренным, так и по шатунным Если имеется нутромер, то необходимо обтянуть постель коленчатого вала, равно как и штуны, для того, чтобы проверить зазор по вкладышам То есть обтягивается с необходимым моментом постель, замеряется геометрия и диаметр по вкладышам Соответственно, после этого замеряется диаметр коленчатого вала, равно как его геометрия Это должен проконтролировать мастер, потому что за сборку отвечает исключительно он Весь процесс сборки блока полностью протоколируется для того, чтобы избежать каких-либо неприятностей и упущений в процессе сборки Протоколируются все размеры каждой из шеи коленчатого вала, равно как размеры поршневой группы и зазоров в кольцах После проведения всех необходимых замеров и занесения всех этих замеров в атакол сборки Виталий Леонидович наконец-то приступает непосредственно к сборке Потому что сборка ответственный очень процесс, который занимает больше всего времени Самым дорогим, конечно же, в сборке любого двигателя является покупка запасных частей Для данного двигателя были использованы исключительно оригинальные запчасти Потому что неоригиналы, во-первых, не производят Во-вторых, цена вопроса, точнее цена риска очень высока И поэтому ставить что-то неоригинальное на данный двигатель, пожалуй, не стоит Несмотря на то, что некоторые производители являются официальными поставщиками конвейера По большому счету, покупая поршни, скажем, Mali, вы можете быть уверены в том, что те же самые поршни Mali ставят на конвейер Все-таки есть небольшие отличия у поршневой группы просто Mali и поршневой группы Mali, упакованной в оригинальные коробочки того же Mercedes-Benz Разница состоит в том, что дополнительный контроль качества на производственной линии для конвейера Mercedes-Benz Несколько строже, нежели тот же самый контроль качества на производственной линии просто поршней Mali Таким образом, вы можете быть уверены в том, что никакого риска при покупке оригинальной запчасти все-таки нет Именно за это вы немного переплачиваете за покупку поршневой группы, ну или любой другой запчасти в оригинальной упаковке Сборка мотора V12 очень трудна в плане того, что невозможно его установить на стенд из-за того, что очень длинный блок, очень тяжелый, получается огромная консоль Приходится собирать мотор на столе, и это не очень удобно в некоторых аспектах, но поскольку у Виталия Леонидовича в данной конкретной ситуации были отменные помощники, ему это совершенно не доставило никаких хлопот Обтяжка постели коленчатого вала – процесс очень ответственный и следует быть очень внимательным, особенно в случае, когда мотор настолько длинный и обладает таким количеством различных болтовых соединений Обтяжка должна происходить в строго определенной последовательности, дабы исключить недоразумения при монтаже, соответственно, этого всего безобразия Ну и, конечно же, нужно быть внимательным, чтобы не пропустить ни один болтик После окончательной обтяжки необходимо проверить легкость вращения коленчатого вала В случае, если коленчатый вал вращается туго, необходимо заново повторить все процедуры замеров зазора Потому что, если происходит какой-то перекос или еще какие-то сложности, то коленчатый вал вращаться перестает Таким образом, портятся вкладыши и в процессе переработки очень вероятно проворот вкладыша, ну или какие-то еще сложности при работе двигателя А в таких конкретно случаях это очень-очень опасно Самым сложным моментом в сборке блока любого по низу является доворот болтов в постели коленчатого вала на градус Связано это в основном с тем, что очень легко забыть, какие болты, насколько доворотов были повернуты Для того, чтобы убедиться в том, что абсолютно все болты были протянуты, очень удобно метить их краской После окончания сборки низа происходит дополнительный контроль Устанавливается специальное приспособление, которое проверяет биение и осевой люфт коленчатого вала В случае нахождения его в допуске данные замера заносятся в протокол В случае отклонения от допуска следует перебрать заново данный узел и получить необходимый результат Сборка поршневой группы не менее ответственный процесс, как и чем сборка низа блока и установка коленчатого вала Самое важное не пропутать местами правые и левые поршни, потому что они разные и полностью отличаются друг от друга Также очень важно верно установить кольца и не ошибиться с их позиционированием Также частой ошибкой является не очень грамотный монтаж уже готовых собранных поршней Связанное с тем, что можно обломать поршни при установке их в блок Также нужно быть очень внимательным при монтаже колец Потому что если что-то сделать не так, они могут сломаться Это будет очень неприятно Неприятнее всего, если кольцо сломается уже после установки его в блок Потому что обнаружить это получится только после того, как мотор будет заведен Первичное позиционирование замков колец также очень важно Потому что при выставлении замков колец в одну линию возможно потери компрессии и прогар Необходимо очень хорошо и обильно смазать поршни при монтаже Потому что первые движения внутри двигателя после его сборки Они совершают только по той смазке, которую вы нанесли при сборке Соответственно, чем лучше и качественнее вы не носете слой смазки Тем меньше вероятность получения мелких царапин и задиров в процессе запуска мотора Субтитры сделал DimaTorzok После сборки низа наступает время установки головок блока Головки блока, естественно, тоже прекрасно подготовлены Отфрезерованы, почищены клапана, заменены направляющие Все, как всегда, по высшему классу Прокладки головок блока побрызганы специальным спреем-герметиком Это не просто вам какая-то медяшечка Это специальный спрей-герметик Собирать мотор от Maybach'а Виталию Леонидовичу понравилось особенно сильно Потому что абсолютно все запчасти были идеально подогнаны И были абсолютно все оригинальные Цепи на Maybach'е, как и на многих мерседесах, приходят расклепанные И заклепывать ее приходится на месте Безусловно, для этого совершенно категорически не подходит молоток Необходимо использовать специальный клепатель Для клепки цепей мерседес Потому что это очень ответственный момент И просто расклепавшаяся цепь Это подвергнет весь ваш капитальный ремонт в мусорное ведро Соответственно, на таких вещах экономить просто категорически нельзя Монтаж передней крышки очень удобно осуществлять Когда блок висит вверх ногами Связано это с тем, что все башмаки и цепи тогда висят вниз И не мешают вам установить переднюю крышку После установки передней крышки, обтяжки всех болтовых соединений Блок переворачивает и начинается установка головок блока цилиндра Прокладки головок блока цилиндра обработаны специальным аэрозольным герметиком для прокладок Никакого отношения к медной смазке для тормозных механизмов это не имеет На данном моторе очень удобен монтаж головок блока цилиндров Тем, что устанавливать на моторах можно уже полностью собранными Не требуется устанавливать распределительный вал после того, как двигатель уже собран То есть можно собрать в головке отдельно на столе Это очень удобно Чисто с инженерной точки зрения мотор очень технологичен в ремонте Учитывая то, что никаких инновационных инженерных решений в нем не применено Это в общем-то достаточно очевидно Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова После окончания сборки самого мотора начинается процесс установки навесного оборудования На этом моторе он довольно-таки интересный Чего стоит только один генератор, который охлаждается водой И стоит отдельно от мотора что-то около 150 тысяч рублей При каждом капитальном ремонте необходимо проверять целостность и функционал навесного оборудования Потому что от него во многом зависит работоспособность самого двигателя Важно, чтобы все соединения в воздушной системе были абсолютно герметичными Никакие трещины на патрубках или вакуумных шлангах недопустимы категорически Также важно проверить состояние турбины Если с ними хоть что-то не так, если они имеют хотя бы небольшой осевой люфт Необходимо произвести их ремонт или замену Даже такие, казалось бы, далекие от работы двигателя вещи Как насос гидроусилитель или компрессор кондиционера Необходимо проверить очень тщательно Потому что заклинивание их в процессе работы может привести к обрыву ремня Потери каких-либо элементов системы охлаждения в процессе обрыва ремня Или еще хуже, как на некоторых моторах Volvo Ремень агрегатов может попасть под ремень ГРМ И это уже приведет к очень серьезным поломкам При установке двигателя в моторный отсек Очень важно проследить, чтобы все шланги, все провода и прочее Были строго закреплены на своих местах В противном случае они могут попасть на горячие части мотора Поплавиться и выйти из строя Соответственно, никаких допущений и кинутых АБК проводов на моторах быть не должно Нештатные элементы крепежа должны очень четко соответствовать по своим характеристикам Тем температурным режимам, которые их повергают Потому что даже банальные хомуты и стяжки пластиковые, если взять самые дешевые и простые Могут при работе двигателя от перегрева растрескаться и выйти из строя И те провода или шланги, которые были ими закреплены Придут в соприкосновение с деталями двигателя Либо вращающимися, либо сильно нагретыми Это приведет к выходу из строя как отдельных деталей, так и всего двигателя в целом Если это касается системы охлаждения или проводки, связанных с управлением двигателем Опа! Он должен был зарегаться О, загорелось Ладно, работал поровнее Всё, да, выровнял О, порядок Итак, спустя два месяца, ровно два месяца, какого числа машина зашла? 18 июня 18 июня Машина наконец-то полностью собрана К сожалению, сдать её пока не удалось, потому что есть небольшие нюансы, связанные с электрикой Но они уже практически решены Осталось дождаться прихода модуля зажигания, насколько я понимаю Да, Виталий Леонидович? Так же разобрались? Ну так разобрались, да Модуль зажигания нужен, и тогда машина уедет Ну пока... Надолго и счастливо Надолго и счастливо Это правильно, потому что Большая была объемная работа, долго ждали запчасти Мотор, пускай и не эксклюзивный, это мерседесовский всё-таки мотор На сто процентов, никаких особых нюансов он не имеет Но, тем не менее, V12 и сложности с заказом запчастей дали свои результаты Виталий Леонидович, расскажи свои ощущения Вот как тебе после Audi W12, как оно? Нормальный мотор, обычный мерседесовский мотор Ну, по-новески сложнее, чем обычный, а так по внутрянке всё то же самое То есть, тебе понравилось? Да, конечно Зашло хорошо? Зашло отлично Отлично? То есть, вообще никаких проблем не испытал? Не, были проблемы, конечно, но... А какие нюансы тебе больше всего понравились в этом вопросе? Сам автомобиль Вот это самый большой нюанс Да? А, двигатели обычные Ну, то есть, машина приятная, да? Машина приятная, не то слово Да? Конечно Ну, это самое главное То есть, ну, по мотору никаких реально сюрпризов не ожидалось И, в общем-то, их не возникло, потому что Обычный V12 Один вал на голову Никаких новых сюрпризов То есть, единственная фишка этого мотора – это две турбины Да Совершенно правильно Да И, как по традиции у мерседесов, на каждый ряд цилиндров свое управление То есть, на каждый ряд цилиндров и модуль сжигания и мозги все свое То есть, ну, как бы, практически потомок того самого V12 от 600 из 90, да? Так это он и есть Ну, не совсем, не совсем Это уже новое поколение, это же 275 все-таки Далеко они не ушли с этим мотором Ну, да, чуть-чуть отползли немножечко Но теперь он вернулся к истокам Теперь он загильзован Надежно, чугунно, навсегда Друзья, спасибо большое, что смотрели нашу серию про этот достаточно необычный автомобиль Надеюсь, вам было интересно Пишите, как всегда, ваши комментарии И рассказывайте, что вам понравилось, а что нет Чего добавить, чего убрать Мы прислушиваемся, читаем абсолютно все ваши комментарии Большое вам спасибо, что смотрите И, Виталий Леонидович, очень рад, что вы оценили его работу До свидос, пацаны Давайте, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok